Больная 37 лет, поступает в клинику в третий раз. В период ремиссии практически не наблюдается каких-либо расстройств, успешно работает экономистом. Предыдущие приступы выражались в резком повышении настроения. Настоящее обострение сопровождается также обильной бредовой симптоматикой. Как Вы считаете, что все в порядке у Вас, никаких проблем нет? У меня? Да. То у Вас, по-моему, проблемы. У меня? С чем? Ну, с тем. Ну, с чем? Не знаю. Вы же все видели, белое, черное. Раскручиваете? Я Вам сейчас все показывала. Вы все мне загадками какими-то говорите. А, угу. Говорят, давай, давай, крути педаль. Ну, ну, ну. Еще что рассказать? Вон там она ходит внизу. Кто? Ну, Оля Мухина, которая. Ее отлавливать, она Вам сейчас все расскажет. Так, Оля Мухина, это Вы? Не, Ольга Фанасьевна Мухина. Да. Рассказать, где родила? В Сибири, в городе Тоборске. Маша Краспутин Вам спела? Да. Это я, ну. И Гришка Краспутин мой отец, пардонки. В каком смысле отец? В родном, мой папаша. Григорий Распутин? Конечно, Вы не знали? Нет. А, то есть я экзамен, да, последний, да, и Вы меня выпускаете? Так, спрашиваете, я буду отвечать. Серьезно. Григорий Распутин? Отец. Отец. Бог и царь. А Маша Распутина, кто же так давал? А, это Вы Маша Распутина? Ну, естественно. Ну, может, Вы нам и споетесь тогда? А я Вам уже спела, хватит. Отпустите меня, помогай. У меня голоса нет, вот видите, хриплю. Голос мне вернете? Ну, так, потихонечку. А, потихонечку, может, да? Ну, Распутина же прекрасно исполняет. Ну, я не знаю, Вам понравилось? Чего Вы мне ставите? Пять? А вот Вы сначала нам исполните, а потом поставим пять. А у меня голоса, что я Вам исполню? Без голоса. Не, я не могу. Не хотите? Съели? Да, но Вы просто нам не доказали, что Вы тогда, Маша Распутина, А, ну, вот ищите, знаете, кого? А как Вы нам докажете, что Вы дочь Григория Распутина? Так, Вы мне скажите, Вы кто? Из рода Романовых? Не знаю. Не знаете и не узнаете. Так. А Вы из рода Распутина? Ага. Романовых. Или Романовых? А этих и этих. Так. И как же Вы доводите старую Николасу Второму-то? Так, я кончаю комедию ломать, Вы уже это все снимали, хватит. Мы все сняли в ПТО, потому что не надо. Когда я зашла в последний раз, я кадр помню. Это была Сима? Ты Сима или кто? ПТО. Агро-пром-сервис. Всех я вас знаю, ничего. Ребят, я Вам нравилась или нет? Ольга Фанасьевна. Ну? Вы Нина Аркадьевна знаете? Естественно. А почему Вы все время обращаетесь к ней? Во-первых, Вы довольно так нелицеприятно обращаетесь к ней. Ну Вы же хотели круто, я Вам сделала круто. Если бы сразу все топнули ножкой, было бы так. Вы хотели все... А вы все время называете какими-то другими именами? Да. То из Романовых. Из Ауры, да. Из Ауры. То из этого самого какого-то комплекса. Я сейчас буду вот туда смотреть и слово больше не скажу. Все. А что это значит? Ольга Фанасьевна. Все, я спокойна как-то. Что, хотели, получили? Расклюбивайте дальше. Я Вам пакетик оставила, там подсказочку. Бегите, читайте. Какой пакетик? Суком. Прочитать какой? На зеленом фоне. Светофор мне изобразили. Значит, я поехала. На чайки Ваши. Черные. С белыми крыльями. Ну, твои, Эллин, какой хочешь. Так. Вот это вот кто мне скажет, я его не знаю. Это наш сотрудник, сотрудник нашего института. Это Иванов Петров Сидоров. Кто это? Ну, зачем? А меня Вы знаете? Нет. А, Шатухин. Даже с Вами вчера говорили. Шатухин. Шатухин. У меня другая фамилия. Нет, он из рода Романовых. Нет, ну, кто я тут? Бабушка, дедушка. Вы мне скажите, я кто? Ваша или не ваша? Наша, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Я Вам нравлюсь? Солнце мое. Все. Забирайте и отпускайте на чайки. Идите, расхлебуйте. Я там все черное вытерла. Вы думали, Вы нас это самое? То нет. Мы Вас. А что Вы вытерли там? А все, что было черным, я вытерла. Белое, пожалуйста. Полотна остались. Вперед, что нарисуйте, то и будет. Ольга Фанасьевна, а что значит черное и белое? Это Вы все время повторяете. Что означает черное? То хорошо, то плохо. То хорошо, то плохо. Ну, все я знаю, Господи. Вот этот банкет был, это чего было в банке когда? Фили-то он существует все-таки? Кто на кого наехал, кто из вас? Все я знаю. Кто на кого наехал? Ну, КБ Фили наехал, на КБ Ивановых, КБ Романовых. В субботу. Банкет у Вас состоялся? А Вы что, не помните? Все тут лежат. После вокруг смеха, да? Не наркотик. Ну, ты же видишь, я нормальная. Галь. Ну, все. Приехали. Тетя Галева. Все я знаю. Только я Вас не видела раньше. Потому что я была маленькой. Чья тетя? Ну, я поняла, что у нас самая крутая была Люсика. Правильно? Зоя Космедемьянская, которую тянули куда-то, вытягивали. Нет, вот вы мне скажите, Вы Романовы? То я с Вами буду разговаривать, как с Романом. Если Вы там Мухиной. Если Вы тетя Галя? Да. То Вы разговариваете, как с тетей Галей. Да, а если нет, то все. То что все. Ну, мне не дорисовали историю? Вот фотографию мне положите вот сейчас. Что я врач. И хочу с Вами разговаривать, как с пациенткой. Нет, вот фотографию мне покажите. Всех моих вот. Ну, сейчас буду говорить. Тетя Галя. Так, это кто? Это Романова? Пусть называет себя. Если она Романова. Если она там еще кто-то, пусть молчит. Романова? Рыжова, да? Или кто? Нет, спросите ее. Ну, Вы врач-то спрашиваете. Я у Вас экзамен принимаю. Я сейчас всех рассчитаю. Татьяна Владимировна ее зовут. А почему считаете, что я Рыжова? Я похожа на какую-нибудь из Ваших родственников? Я молчу. А кто такая Рыжова? Вот ее спросите, кто она Рыжова? Она Татьяна Владимировна. А что Вы на меня-то смотрите? Вы принимаете экзамен на нее? Я кто? Мухина Ольга Афанасьевна? Мухина Ольга Афанасьевна. Все, вы тут работаете. А я сижу, посмотрю. Все, сняли? Все довольны? Спасибо. Так, ну я родственников-то своих могу увидеть? Кого? Ну вот, Вы же все мои. Фотографию мне дайте, пожалуйста. Я не уйду отсюда. Ну, фотографию же сейчас мы делаем, у нас нет. Нет, кто вот Романовы, вот скажите мне, кто, где есть кто. Давайте я Вас сама всех узнаю. Ну, хорошо. Вы Романовы? Все, ну, если так считаешь, вы все Романовы. Это Люся. Это Аня. Так, это кто? Бабуль, ну давай. Ну, хорошо. А, это кто? Видимо, все. Вы где сейчас находитесь? Бред у данной больной лишен какой-либо системы. Фабулу его можно определить как бред инсценировки. Ложные узнавания, демонстрируемые больной, можно обозначить как симптом двойников. Обратите внимание на яркую эмоциональность. Бред, окрашен эмоциями больной, носит чувственный характер. Итак, отсутствие стройной системы, яркая эмоциональная окраска, чувственный характер отличает остро возникший бред от хронического. Фабулы инсценировки, отношения, особых значений также характерны для острого бреда. Сделали мне 8 марта.